Здравствуйте, друзья! Середина лета, 25 июня. Редко удается вот так спокойно посидеть за компьютером. Вот вопросы копятся, копятся, копятся. Уже столько раз было говорено, переговорено, фотографии, которые покажу, половину уже многие видели, но половину не видели. Не было повода их показать. А тут опять я уже жалуюсь вам, уже жалуюсь. Расскажите про мажурский абрикос. Вот. У меня нет такого обстоятельного образования. У меня характер неправильный. Вот. У меня один сплошной экспромт. Хоть есть такая шутка, что экспромт должен быть хорошо подготовлен, но вы же понимаете, что это шутка. Вот. Я не буду рассказывать, откуда он взялся. Мажурский абрикос. Наверное, из Маньчжурии. Вот. Есть у меня некоторые сведения о нем от Бородского Юрия Васильевича, царство ему небесное, всего сайта, пока он не был заблокирован. Вот. Огромные деревья в тайге с огромным урожаем. Возраст сто и более лет. Живучие невероятно. А почему живучие? А некому было их калечить. Вот. Но когда-то он попал ко мне. Сейчас 90% память подводит, что от Левицкого. Тоже ведь не ученый. Наш народный садовод. Оставил свою память. Вначале... Ну, некоторые говорили, а у меня от Левицкого абрикоса, а у меня от Левицкого. Как правило, это или Маньчжурский, или Бай. Вот. Он их добывал где-то на Дальнем Востоке. Лично знаком не был, к сожалению. Сожалею, страшно. Память о нем я постарался увековечить, как мог. Я назвал абрикос Бай, клонов Левицкого. Теперь это Бай-Левицкий. Прижилось, наверное, сейчас войти в эту самую Википедию. Наверное, войти в Яндекс. Можно найти уже абрикосы с этим названием. Скорее всего, название просто было присвоено. Вот. Но это обратная сторона известности популярных садоводов. Настоящих садоводов. И вот после этого выступления попало ко мне, получается, 38 лет назад, двухлетним. И так перед нами сорокалетнее дерево. Ну что, рассказ будет сумбурный по одной простой причине. Лекции у меня уже нет здоровья. Разложить по полочкам, приготовить настоящую лекцию. Все подряд. Что попадется, то как тут. Я как тут, что вижу, о том пою. Итак, первая фотография. Значит, это плоды абрикоса Маджорский. Случилось это лет 15 назад или даже 18. Начиная где-то с 2004 года примерно меня печатала газета Фазенда. Самая популярная газета в Сибири. Начиная от Урала и кончая Дальним Востоком. Вот. Эта газета была замечательной. Был, потому что газета закрылась, когда наступила эра интернета. Головина Ирина Владимировна. Редкой души человек. Смелый невероятно. Печатать Железово 10 лет каждом номере. И вот несколько лет печатая, она не выдержала и поехала в Железово смотреть. Господи, да неужели все это правда. Вот. Тогда газета Фазенда была всероссийская. Читали видео и в Белоруссии, и на Украине. Вот. Подписывались. Ну, результат. Отсюда пошла моя известность. Тогда она достигла максимума, а потом уже сейчас пошла на спад, потому что с удовольствием больше никому не надо. Вот. Хотя кругом одна отрава, зато много. Изобилие импортной отравленной продукции. А тогда вот она. Вот они абрикосы. Вот. Съедобно или нет, сейчас вы сами догадаетесь. И та головина. Вот ее дочка слева. Справа моя племянница Даша. Вот. И результат. Они набрали вот эти два ведра и, по-моему, больше. Ну, два это точно. Это было... Он довольно поздний, поэтому... И уже нечего было собирать только вот с него. Потом я назвал его патриархом это дерево. Матурский патриарх. Вот. И они увезли с собой два или три ведра. Они приезжали на легковушки. Дядя через три вернулись в этот... Красноярск, говорят. И слонок. Григорий Константинович. Мы абрикосы не довезли. У меня сразу шили дыбом. Как так? Неужели сгнили? Неужели они вкусные? Нет. Мы все съели. Я сейчас не представляю. Они с кислинкой. Вкусные, но с кислинкой. С кислинкой, но вкусные. Вот. Съели. Ну, пошли дальше его. Вот этот самый есть. Матурский абрикос. Но зимой. И тоже снимок лет 15 ему уже. Вот. Но как оно случается? Я не помню, после этой зимы или нет. Рухнула огромная ветка. Вот она. Наверное, одна из трех несущих. Вот. Да, одна из трех. Потом ниже будет другой снимок. Он все равно попадется. Пока смотрите. Я вот так отпилил. Я не делал обрезку на кольцо. Она была в два раза больше рана. Вот ниже, видите, рану? Вот. Это моя дурь. Это дурь всего садоводства, когда способ обрезка на кольцо уже лет сто должен быть признан преступным, вредным, опасным, смертельным и запрещенным официально. Нет. Вот. Процветает эта дурь до сих пор. Но я к тому времени уже, видите, вот. Я к тому времени уже резал так. Вот. Удалось сколько? Удалось оставить. Столько удалось оставить. Слава Богу, сейчас она еще жива. Да. И, кстати, сейчас, именно в 2020 году, 40-летнее дерево дало 40 ведер. Это себе подарок принесло. Ну, а эта фотография сделана была лет 15 назад. Так. Ну, здесь что комментировать-то я даже не знаю. Вот. Ну, наверное, то, что плодоносит, даже то, что под снегом. Ну, долго не держится. Вот. Абрикосы лучше держать над снегом. Штамб. Или частично. Ну, хотя бы часть штамба. Поменьше гнило основание штамба. Вот. Вот видите, еще два мажорского абрикоса. Это все, что вы рядом видите. Дальше левее. Это уже привитые. А эти два я не стал трогать. И благодаря вот этому симку вы видите, какой у них разный характер. Вот косточки с одного дерева. А результаты видите какие. Вот с тех пор и до сих пор пошло десятки лет. Это основоположник нового садоводства. Я его называю северное садоводство. Садоводство Железово. По той причине, что оно отличается с точностью наоборот. Не то, что другое, а наоборот. И все надо делать наоборот. Любую фразу, любое утверждение, любой абзац берем. Если есть слово «нет», значит надо «да». Если есть слово «да», значит надо «нет». Вот. И тогда все становится на место. Но вот именно мазурский абрикос – это дерево. Пошло новое садоводство в виде уже десятков, тысяч, уже сотни тысяч поросей. Вот. У меня, кстати, завтра вебинар, сегодня 25 июня, 23 год, а вебинар 26-го, завтра. Если этот фильм выйдет сегодня, то я вас приглашаю на вебинар. Вот. Еще раз, еще приглашаю. Хотя бы еще несколько секций добавилось. Вот он, видите. Вот здесь посмотреть. Это моя гостевая книга. Сайт. На сайте гостевая книга. Сайт садоводожелеза. Вот три слова в яндексе. Вы сюда попадаете. И вот он, объявление. 26-го. 241-го вебинар. 241-го. Шесть лет я с вами. Вот как можно сюда попасть. Так, так или так. Ладно. Возвращаемся обратно. Итак. Ой, нет. Это не туда я попал. Это как раз часть, один из вопросов для вебинара. На моем вебинаре не будет, как всегда, ни одного студента. А я в этот раз возьму и посвящу этот вебинар студентам. То есть всем. Но обращаться буду как бы к студентам. Вот. Так. Теперь нам надо попасть обратно. Абрикосом. Вот оно. Итак, мы дошли до сюда и убедились, что все они разные. И именно Маньчжурский абрикос стал основой на Урале. Основой. Причем первой я им удалось выйти на прямую дорогу. Сенсационные фотографии, сенсационный доклад директора института Ваулина. Но абрикосы эти мои. И агротехника моя железная. По принципу не трожь эти. В данном случае речь про абрикосы. И все будет без всяких извращений. Заметьте, извращений и изощрений. Вот. Посмотрели вот эту фотографию лишний раз. Убедились, что разные у него, у этого абрикоса. Разные получились результаты. Вот. Вот это особый случай. Полюбовались. Согласитесь, что они как бы культурные. Почему говорю, как бы? Это сын нанджурского абрикоса. Вот. Один из сыновей. Царство небесное. Ой. Что я говорю? Хуя. Извините. Наверное, это богохульство. Но я к растениям отношусь, как к своим детям. А почему? Вот посмотрите, это дерево. Им тут два. И оба они съедобные оказались. Не с первого года, где-то с третьего года. Потом они оба были последовательно отрезанием веток уничтожены. Мы, может, дойдем до этого, родственникам хозяев, которые доверили ему пилу. И он их уничтожил. А пока они были целые. Вот видите. Это девочка Вика. Она моя подруга. Я ее дочкой зову. Она взяла и сняла фильм. Получился диск номер пять. То есть, хорошая помощница. А вот это я заставил фотографироваться, пока не приехал этот товарищ, соседский. Родственник, который уничтожил эти деревья. Но согласитесь, что все, что я говорил хорошего, это не пустой звук. Эту фотографию комментировать не буду. Это тоже сало как сало. Шутка. Так. Много фотографий тут. Но не все. Далеко не все. Вот видите. Уже некоторое есть. Уход от дикости. Это один из сыновей. Тут последовательности нет. Вот видите. Огромное урожай. Очень крупные деревья. Часть я уже выпилил. Мне некуда расширяться. В Сибири нет места. До моего сада. До сада железовых. Для чего вот эти подпорки? Догадайтесь. Потому что все рушится. Так. Опять проскочил. Вот. Еще один из манджорцев. Я тут подробнее не могу. Видите? Прогляделись, да? Вот он. Смотрите. Вот тот, который справа. Вот он. Это он стал таким. Вот таким вот. Вот. И у меня слабый голос. Я не совсем здоров. Поэтому не удивляйтесь. Я обычно кричу шашкой махаю. Сволочи. Гробят сады. А сейчас тихонечко говорю. Полсила. Вот. Вот это посмотрели. Вот это. Вот это. моя фотография и моя фирменная линейка, которая выдала добрую сотню гладопитомников, которые украли фотографии вот с этой линейкой. Присвоили себе яркие красивые фотографии. и заворачивали головы миллионам садоводов, которые не умеют проверять. Интернет имеют, а нажать на кнопку или на мышку, где написано подобное изображение в Яндексе. Пах. А их там сотни. Это значит, что фотографию сделал кто-то один из сотни, а остальные 99 ее присвоили. Вот. Это мне верила вот эта вот линейка моя. Это потому, что эту фотографию тоже присвоили десятки сайтов, якобы магазинов. Вот. Вот такая же точно еще. Это все Манджурцы. Это одна из первых фотографий. Так и получается, что он тогда был еще, в общем, сам собой. Потом начался сбоку окрашиваться плоды. Тут влияние соседей. Но это уже другая тема. А вот это, я говорю тем, я дружу с Доскобиловым, Торсун Пулатом. На тот момент он был заведующей лабораторией Институт аграрных проблем, кандидат наук. Это уже его линейка. Это мы у меня на столе разложили. Вот. А он специалист. Вот он, линейка. Вот он, масштаб. Вот он, листья поднадергался этого дерева. Вот они, слева, спереди. Вот. Как он выглядит внутри. Довольно крупная косточка, согласитесь. Вот. Это Доскобилов. Мне досталась от него на память эта самая фотография. Довольно качественно сделанная. Как бы научный вариант. Вот. Потому что, ну, что там говорить. Вот он, я. Сам себе режиссер. А вот наука. Вот. Эти абрикосы сфотографированы таким образом. Вот. Я тоже использую фотографии. Вот они, сеянцы. Вот они с такой густотой растут. Ура, ура, ура. Вот. Только это самое. Одна беда. Эту фотографию умудрились тоже украсть. Кстати. Красноярцы. Привезли большую партию молдавских садовцев. Эти продавали под видом эту фотографию. Меня вот это удивило. Что поярче фотографии не нашли. А вот наконец-то. Сейчас. Минуточку. Ага. А вот наконец фотография от Бродского. Это с его сайта я скопировал. Вот. Это абрикос манджурский. Птайге. Внушает. Мне внушает. Вот это тоже. Вот они белые на зеленом. Видите. Это и есть. Цветущие манджурские абрикосы. В психотеринской тайге. Вот. Эта фотография тоже манджурцы. Одна из. Не знаю чем дело кончилось. Несколько лет продолжалось это. В общем. Человек купил у меня из Эстонии. Кажется из Эстонии. При Балтийской. Одной из трех республик. Посадила. Вот. Потом присылает фотографию. Я хватаюсь за голову. А почему сразу не на свое место. Почему в ведрах. Ну хотя бы ведра. Это не маленькие. Слава Богу. А у меня нет своей земли. Это дали мне клочок земли. А потом своей приобрету. С чем было дальше. Я не знаю. Вот. Сам один из. Проявился. Именно сладкий манджурский абрикос. Он цвет конечно изменил. Чуть чуть даже стал более. Такой. Светло. Светло. Желтый. И вкусный. Невероятно. Вот это уже чистый культурный. Без признаков кислотности. Это один из моих этих гордостей. Вот. Вот это полюбовались. Вот это полюбовались. А вот он патриарх. У меня ни разу не удавалось сделать настоящее дерево. Вот. И оно огромное. Оно в трехэтажный дом. Вот. Если под ним стоишь. Все. Шапку одевать бесполезно. Падает. Вот. Когда поднимаешь голову. Вот. Ну. А я как-то не сфотографирую. Мне передать его эту монументальность не удается. Но это фотографии лет 30. То есть не так. Дерево еще не 40 лет. Вот. Или 30. Вот. Один из этих самых. Я даже. А. Хотите. Этот покажу. Вот. Сейчас его покажу. Вот. Помните. Одна из первых. Вот они. Вот. Я вот такие вещи не забываю. Вот. Которое дерево из двух этих больших. Большеньких. Которое слева. Которое еще не засветает. Вот оно. Ладно. Возвращаемся. В ту пору. Где оно надломанное сейчас найдем. А. Вот оно. А. Вот оно. Так. Там по их. Я доприкинул. Несколько тысяч надо. Сделать срезом. Если взять мой сад. Сотню. Допустим. Абрикосовых деревьев. Надо несколько тысяч делать. А не проще ли одну потерять. Ну. Это уже тема опять другая. У меня. Кстати. Заканчивается. Почему-то. Заканчивается. Это. О. Господи. О. Господи. Слабею. 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 У меня заканчивается. Зарядка. И сейчас. В любую минуту закончится запись. Мы уже сняли 20 минут. Фильм почти получился. Ну. Сколько успею. Всего 29 минут. Она держится. Вот эта. Запись. Ну. Так устроен фотоаппарат. Вот. Это по-моему и было. Случайно. Повторилась ветка. А. Вот вторая. Из самых-самых сладких. Ну. Согласитесь. Что они культурные. Вот. Это о молодости. То есть. Ну. Сеня. Сенец. Не привито. Не привито. Взяла. На третий год зацвела. Редко. Но бывает. Еще один сыновей манджульца. Потом она превратилась. Это старый снимок. В огромнейшее дерево. Может еще успеем его увидеть. А может уже не успеем. Разнарядка кончается. Вот. Это все варианты. Сейчас я вам покажу одну интересную фотографию. А. Нет. Не эту. Но это все равно интересно. Вот это дерево исполнилось где-то 25 лет. В тот момент она дала 30 ведер. Часть урожая вы видите. Поверить легко. Она уже была такой. Потом было что она огромную ветку потеряла. Было. Ну. Самый расцвет был такой. Она еще была молодая. Двухэтажная. Не трехэтажная. По размерам. Если с домом сравнить. Если с домом сравнить. Вот. Это красота. Ничего я с ним не делал. Кроме правильной посадки на холм. Вот. Это все варианты. Все они. 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 Это интересный момент. Да. Я на него привил. На это дерево. На мажорский абрикос. Я привил академик. Четыре года рос академик на нем. Вот. На четвертый год. Она. Прививка погибла. Не дав еще ни одного плода. А соседняя ветка. На мажорский абрикос. Стала вот такой. Вот. И это моя головная боль. Я вижу вегетативный гибрид. Но. Мне доказать это не удалось. Помните. Как на меня это самое. С какой. Оскорбительными насмешками. Вот. Вегетативная гибридизация. Это ложь. Нет. Не так. Это. Не так. Не так. Вегетативная гибридизация. Это ложное направление. И цитирует при этом Википедию. Вот. Я уже давно понял. Википедия. Это энциклопедия. Википедия. Это. Сбор всего. Вместе. Там и. Золотые. Саморудки попадаются. И. Алмазные. Бриллианты. Или как там. И тут же. И все это где. И все это в помойке. Вот так. Вот. Сергей Железов. Молодой человек. Рос вместе с этим деревом. Вот. Вот эта вот фотография. Она уже. Цветет. Ну. Одну фотографию. Вы же увидели. И. Покрылась огромным количеством. Снега. Я потом покажу. Вот. Это. Чтобы не отличиться. Еще один. Вегетативный гибрид. Вот. Это. Переделка. Манжурца. Без. Не в потомстве. Там. Сенца. Вырастет. Может. У него. Папа будет. Она. Просто. Прививка. Дала. Основному. Дереву. Вот. Так. Извинились плоды. Вот. Хотите. Верь. Хотите. Нет. Вот. Вот. Это. Манжурцы. Посаженные. В конце сентября. Ни один ни разу не погиб. Весной они все прививаются. Результаты великолепные. Видели не раз. Самое главное. Не надо бояться. С ними работать легко. Потому что они не капризны совершенно. Главное. Тут склон. И у них корневые шейки. И основание штаба не гниют. Они гниют. И все. Вот. Легко с ними работать. Ну и у нас мало снежи. Где больше снега. Там риск. Что подопряется. Это. Штамп. У. Маньчурских абрикосов. Это и есть. Я не отрицаю. Это один из недостатков любого абрикоса. Ну. Кое-что уже не комментирую. Городская черта. Вот. Сеянцы. Маньчурского абрикоса. А может быть и не маньчурского. Может культурные. Я даже не помню. Когда я эту фотографию делал. Вот еще маньчурский абрикос. Снова патриарх. Ну. Грандиозности не пахнет. Хотя он огромен. Вот он. Один из сыновей маньчурского абрикоса. Вот такой. Вот такой. Вот такой. Вот такой. А. Тут уже другое. Это уже напрямую в следующий момент. Это уже как бы запасной вариант. Бородский прислал цикатолинский абрикос. Я посадил целый ряд. Выросли огромные. Они уже по 8 метров. А посажены в 15-м году. То есть совсем недавно. Вот. И. 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 Тут целый ряд. А тут то что справа. Это персик шлифта. Я их тоже пытался порастить. Все они замерзли. Безвозвратно. Укрывай. Не укрывай. Укрывай. Если это правда персик шлифт. Они абсолютно не морозостойкие. Для Сибири. Так. Так. Ну это все детали. Детали. Вот. Опять маньчурский абрикос. И слова не производят. Но уже приличный. Так. Это будущий садовод. Тот самый Тимофей. Вот еще посадки маньчурского абрикоса в качестве подвоев. Вот. А эти. Ну вы уже видели. Тот который цвел вот он справа. Который не цвел слева. И обратите внимание. Как они оккультурились. Какие на них уже листья стали культурные. Я имею ввиду у сыновей. А почему? Потому что у маньчурского абрикоса есть второй родитель. Ну потомство маньчурского абрикоса патриарха есть второй родитель. Ну дальше красивые фотографии. Видите. Даже молодежь светит. Довольно рано. Вдите. Вот. Жалко сейчас кончится запись. Моровейники. Совершенно не мешают абрикосам. Абсолютно. Вот. Я вообще считаю что это преступление их уничтожать. Это еще осталось у меня пару минут Это уже Абакан Трехлетний мазурский абрикос Три года не принимал прививки Три года Мертвую прививку Потом уже переросток В отчаянии продал Абаканцу Как ему повезло За 300 рублей, как сейчас помню Каждый год посчитал по 100 рублей Трехлетку за 300 И у него выросло это чудо Явно у него второй супруг Культурный Вот он такой счастливый И потом от него пошли сотни И уже тысячи, он целый питомник Основанный именно на них Каратурский район Куда там, какие абрикосы А этим по барабану Это явно второй супруг Амур Получился гибрид Амура вместе с этим С манджурцевым Каратурский район В саду сотни У него два фильма снято Мазжерин, как сейчас помню Александр Фильмы надо искать в этом интернете Сидит у меня за столом Честный парень Стесняется невероятно И вот эти фотографии мне оставил Вот Тысячи саженцев пошло Целый от одного переростка Неудачливого Потому что три года он не принимал культурный Уперся, нет, буду диким Вот он дикий Ну что, друзья Наше время истекло Хоть так, хоть так Сейчас он сам установится Запись А мы с вами рассмотрели всего Вот такую часть Где-то половину О, и хватило бы время Вот Мы не прогнемся под изменчивый мир Пусть этот мир прогнется под нас Все, друзья Смотрели? Это тоже манджурец Все До свидания Запись заканчиваю Ну, заметьте У меня большой-большой Запас Манджурских абрикосов В виде косточек Урожай Две тысячи Двадцать два Продаю Очень-очень дешево Вот По пятнадцать рублей Косточку Продолжение следует...